Приветствую вас на канале Процветок. Меня зовут Юлия Тадеуш и сегодня я буду рассказывать про подготовку роз к зимовке. Вот уже прошло наше замечательное лето, пробежало, пронеслось. В принципе, как-то не сильно даже было и временами оно заметно, поскольку я, например, все время в работе. Но так или иначе, мы всегда помним, что за летом, когда цвели розы, приходит осень, и осенью нам нужно готовить наши розы к зимовке. Это одна из главных агротехнических мероприятий, которые мы проводим с розами. И что вообще сделать для того, чтобы розы наши хорошо перезимовали? На самом деле, очень многое, конечно же, зависело от того, как вы за ними ухаживали летом. Если вы посмотрите на мои розы, вот сейчас, поскольку сентябрь вроде бы месяц, но они в прекрасном состоянии, у них хорошая листва. У меня вообще в саду нет такого, чтобы розы стояли лысые, и признаки черной пятнистости достаточно единичны. И это несмотря на то, что я не могу так много уделять внимания своим розам, но профилактические обработки правильные я всегда делаю. Но несмотря на всю эту красивую листву, вот смотрим сейчас на эти розы, я смотрю, и думаю, что так или иначе все это придется мне удалять. Для того, чтобы наши розы хорошо перезимовали, что нам нужно прежде всего сделать? Нужно, конечно же, чтобы они ушли в зиму здоровые. Вот они уже есть здоровые розы, и они уходят в зиму в хорошем состоянии. Но так или иначе, нам все равно нужно, во-первых, сделать правильные подкормки для того, чтобы вызрели наши побеги. И эти подкормки будут состоять в основном в калийно-фосфорных. Калий и фосфор – это стимулирует вызревание наших побегов, стимулирует образование сахара в клетке сока. И за счет этого наши розы, вызревшие хорошо, будут лучше перезимовывать и лучше выдерживать низкие температуры и благополучно встретят весну. Кроме этого, ведется очень много споров, нужно ли удалять листву. Я могу сказать, что я удаляю листву на всех своих кустах роз, несмотря на то, что у меня их очень много. Но всю листву я удалю. Я могу сказать, что если не делать это систематически, допустим, удалить только один раз, и все остальное полениться, и говорить потом о том, что розы болеют, конечно, вы не заметите результат. Это должно превратиться в такую постоянную практику, когда вы удаляете весь источник инфекции, а это наши листья, на которых могут зимовать и грибы, и вредители, вы удаляете осенью полностью из сада. Понятно, что какие-то розы я буду пригибать к земле полностью, то есть мне надо будет срезать листья до самой макушки. Какие-то розы я буду все-таки обрезать. Это были чайно-гибридные розы и розы флорибунда, которые, в принципе, достаточно сложно пригнуть к земле, поэтому я их обрежу на высоте сантиметров 60, и укрытие сделаю где-то под их высоту. Но вот эту вот... Сейчас вот я покажу на примере вот этой розы, что вообще, в принципе, и когда надо начинать делать все эти мероприятия. Ну, что касается подкормок, вот мы прямо сейчас их сделаем, и с конца августа до... и весь сентябрь вы, в принципе, можете через каждую неделю подкармливать розы, либо чередуя фосфорно-калийными удобрениями, фосфор, допустим, или калий чередовать, либо вы подкармливаете сразу комплексом. У меня есть вот такой прекрасный... Моя волшебная тачка, в которой я все как бы с собой в сведом... У меня два удобрения сейчас есть здесь. Это вот просто калий без хлора. Обращаю на это ваше внимание, потому что есть калийные удобрения с хлором, и розы, в общем-то, хлор не любят, поэтому не рекомендую их брать. А вот калий без хлора нам отлично подходит. И у меня есть другое удобрение, это монокалий фосфат. То есть тут вообще и калий, и фосфор, все, что нам, в принципе, нужно вот сейчас для роз. И подкармливать я буду сегодня именно вот этим препаратом. Вот у меня есть ведро с водой. В целом всегда как бы моя... Ну, тут есть какие-то свои как бы нормы, Но я обычно всегда подкармливаю 30 грамм препарата, удобрения на 10 литров воды. Насыпаю вот ложкой, это где-то плюс-минус 30 грамм. Я насыпаю, высыпаем в ведро с водой. И теперь нам нужно перемешать. Для этого возьмем тяпку. Тщательно перемешиваем. Я могу сказать, что прелесть этого удобрения в том, что здесь фосфор очень быстро растворяется. Потому что если его покупать отдельно, у него достаточно трудно растворимые такие гранулы. Здесь уже все меленькое и прекрасно растворилось. Теперь мы залазим под наш кустик. Немного подрыхливаем. Заодно удаляем какие-то сырники, которые тут нам мешают. И для того, чтобы полить и попало под корень, я делаю как бы, сейчас я покажу, подождите, такую вот луночку. Это для того, чтобы жидкость, которую мы нальем, не выливалась далеко от куста. И сейчас выливаем. Нам нужно налить ведерко 2-3 под этот кустик. Вот, в принципе, достаточно. И так, таким образом, мы подкармливаем все наши розы. Что еще? Какие еще мероприятия до того, как мы начнем обрывать листву? До того, как мы начнем обрывать листву, мы должны удалять те цветы. Вот очень многие спрашивают, надо ли удалять, в принципе, то, что сейчас отсвело. Понятно, что летом удаляем обязательно, мы еще и обрезаем. Но осенью мы уже розы не обрезаем после цветения. Но что же мы делаем? Я удаляю. Я убираю, во-первых, чтобы не гнило соседние цветки. Но, вот если у меня кисточка, я на самом деле один цветочек оставлю. Для чего я это делаю? Для того, чтобы вот этот цветочек, наша семенная спрятанная в нем коробочка, то, что осталось от цветочка, чтобы она вызрела. И это будет, в принципе, тоже дополнительно стимулировать наши побеги к выцветанию. Никаких больше укорачиваний побегов, как мы это делали до первого хорошо развитого листа летом, делать мы не будем, потому что любая обрезка будет стимулировать рост. Но вот это мероприятие, убирать то, что отсвело, и оставлять буквально там один, несколько бутонов, вот необходимо сейчас осенью проводить. Теперь поговорим немного, когда же вообще нужно обрывать наши листья. Я могу сказать, что я человек занятой. У меня нет возможности, и у меня слишком много еще роз. У меня нет возможности приехать и за одни выходные оборвать все листья. Поэтому, что я делаю? Начиная уже с начала сентября, я начинаю постепенно снизу убирать часть листвы. Ну, во-первых, внизу уже листва непродуктивна, она уже ничего на себе, никаких питательных веществ уже в ней нет. И мы можем смело ее убирать. Во-вторых, это помогает мне не делать потом всю работу за один день. Я начинаю вычищать снизу наши кустики от листьев. Вот они уже, видно, становятся такими более прозрачными. Сейчас мы их оборвем со всех сторон, равномерно, чтобы было. В принципе, вот так вот мы освобождаем. И так я каждые выходные по чуть-чуть, начиная с сентября месяца, начинаю обрывать листья. Тем более, вот особенно тут уже где-то какие-то признаки все-таки пятнистости на них есть. Ну, вот таким образом вот это вот делается. И постепенно, постепенно я буду доходить до самого верха. Макушки роз мы оставляем до последнего и обрезаем уже перед самым укрытием, для того, чтобы они вызревали, потому что питательные вещества поднимаются снизу до верха куста. И для того, чтобы процесс вызревания происходил полностью, я уже обрежу их перед самым укрытием. При этом я обязательно удалю, потому что роза будет продолжать расти, и ей будет очень хотеться цвести. Вот у меня такой мешочек приготовлен. С ним я хожу обычно, усадую, собираю листву. Но мы должны ее заставить зимовать. Поэтому вот эти все цветочки, которые будут, я уверена, еще перед укрытием, перед самым, тоже надо будет удалить, потому что это будет источник гнили у нас под нашими кустами. На этом все. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!